Потому что некоторые работают дома, да, некоторые работают в офисе. То, о чем я буду говорить, это будет касаться как дома, так и как работе дома, так и работе офиса. Офис я тоже затрону, потому что, ну, здесь у нас просто сейчас немного людей онлайн, но многие из тех, кто купил запись, да, кто будет смотреть это в записи, я знаю, что там много есть офисных сотрудников, поэтому мы будем рассматривать тоже офис. Ну, я надеюсь, вам тоже будут полезны какие-то вещи, которые я буду рассказывать. Окей. Так, едем. Да, на момент не работайте. Но я буду рассказывать какие-то такие вещи, тогда больше я буду постраивать под вас, чтобы вам тоже было интересно. Потому что, ну, снова это будет касаться как раз вот тех, кто активно работает. Вот, первое, самое важное правило, которое помогает не уставать на работе, это научиться любить свою работу, это научиться любить то, что ты делаешь. Вот если ты не можешь ее сменить, измени отношение к ней. Вот если вы не работаете, то все равно уже есть какое-то занятие, да, что-то вы делаете. Вот научись это делать с удовольствием. Это вот самое важное правило, которое вам будет давать больше сил и энергии. Это любить то, что ты делаешь. Это очень важно для женщины. Для мужчин там совсем другая история. А для женщин очень важно, чтобы получать удовольствие от того, что ты делаешь. Вот найдите положительное в том, что вы делаете. Выявите то, что вам больше всего раздражает, и подумайте, как это можно исправить. То есть вот если вас уже работа бесит, да, вот раздражает, вы устаете от нее, подумайте, какие факторы влияют на это, да, из-за чего вы устаете. И подумайте, как это можно убрать. Это, на самом деле, это может быть какие-то вообще элементарные вещи, которые вы никогда не задумывались, не обращали внимания, когда вы задумывались, ну, о, так вот у меня просто стол на работе неудобный, да, в котором вот у меня, я в нем постоянно долго сижу. Подумайте, как его сделать более удобно, да, там есть какие-то всякие подставки, если там вы не хотите покупать отдельно на работу стол, да, там какую-то подставку под спину. Если вы работаете в доме, да, ортопедическое кресло, подумайте вот, потому что кресло, в котором вы сидите, в котором вы работаете на компьютере, это здоровье вашей спины. Очень важно, чтобы оно поддерживало спину, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было удобно, чтобы оно максимально разгружало и не делало неправильную дополнительную нагрузку. То есть вот тоже такая вот вещь, вот тоже траты, да, из бюджета, но это нужные траты. Я мужу на день рождения, на 30-летие, я подарила ему идеальное кресло, компьютерное. Я долго подбирала, выбрала и поняла, какое кресло ему надо, связи с его фигурой, со всем остальным. Я ему, ну, так кресло стоило дорого, я ему так и сказала, говорю, дорогой, я хочу тебе подарить идеальное кресло. Он говорит, а почему ты считаешь, что оно идеальное? Я говорю, пойдем посмотрим. Он сел в него и сказал, да, оно идеальное, берем. И в итоге вот несколько лет он уже работает в этом кресле, и реально, если раньше он часто, да, вот ложился на постель, там, как-то вот старался сменить позу, сейчас я вижу, что он дольше сидит в этом кресле, и вот реально он сидит правильно, у него правильная осанка, он не перекособочивает, то есть оно его полностью поддерживает. И там, ну, своя особенность таланта, проветривающая спинка, чтобы он не потел, да, там, подлокотники и там прочие такие вещи. Вот. То есть подумайте о том, какое идеальное кресло, если вы работаете за компьютером, дома, да, выберите для себя идеальное кресло. У меня тоже есть идеальное кресло, которое с массажным эффектом, которое, если что, может еще и массаж сделать для позвоночника. Половину дня, вот я в этом кресле работаю, половину дня я работаю полулежа, ну, как полулежа, я делаю подушку, под спину кладу, да, чтобы зафиксировать спину, и немножко приподнимаю ноги. Кладу себе вот столик, да, вот небольшой, который вот постельный, и вот компьютер на постели, все. Ну, у меня просто проблема с ногами после кесерева была, и проблема с кровообращением, уже практически я все решила, но все равно вот эта поза, она мне самая комфортная, то есть я подушку кладу под ноги, они мне немножко приподнимаются, сверху вот тут столик, и вот какое-то время работаю и так. Но чаще все-таки стараюсь, конечно, в кресле. То есть надо вот подумать, вас могут раздражать какие-то запахи, вас могут раздражать какие-то звуки, вас может раздражать какая-то старая картина, которая висит, да, там просто, извините, сторону обзора, да. То есть какие-то вообще могут быть мелочи, которые вроде как незначительные, они могут раздражать. Может, там у вас уже висит лампа, которая вам постоянно назорит глаза, она вам уже надоела. Поменяйте что-нибудь, да. То есть подумайте, что вас раздражает, и постарайтесь это изменить. Ну, на работе там тоже можно, много чего можно придумать, что может раздражать, и как это можно устранить. Вариантов очень много. Вот, вот, Людмила, вот тебя что-нибудь раздражает? Напиши, вот сейчас вот ты подумала, да, вот так вот, есть какая-то вот вещь, которая тебя раздражает. А мы давай подумаем вместе, как это можно изменить. Потому что мне, честно говоря, вот как-то примеры такие конкретные в голову не идут. Вот было бы лучше, если бы вы мне что-нибудь подсказали, что раздражает, а мы подумаем, как это можно убрать. Это может быть какая-то вообще такая мелочь незначительная? Запланируй. Хочется изменить кресло, запланируй. Ты постоянно об этом не задумывалась, да? А вот теперь подумай, какое кресло тебе надо, и внеси это в планы бюджета, обсуди это с семьей, что да, вот то, что кресло – это здоровье твоей спины в первую очередь. Если ты много сидишь, позаботься о том, чтобы это было удобное кресло. Да, есть такое, есть такое. Порядок на рабочем столе, да. Подумай, как это оптимизировать, как сделать так, чтобы не задумывалось, да? Мы часто не задумываемся об этом. Как матрас, так и рабочее кресло, если у вас сидячие работают за компьютером, это здоровье вашего позвоночника. И очень важно, чтобы они тоже заботились о нем, потому что позвоночник – это основа всего. Вот, ну, я рада, что есть повод задуматься. Супер. Дальше. Следующий момент. Перестаньте слишком серьезно воспринимать работу и принимать все близко к сердцу. Это тоже связано со здоровьем, потому что многие болезни у нас от нервов. Когда мы нервничаем, когда мы переживаем, у нас организм начинает где-то, появляются зажимы, работают неправильно, меняется циркуляция, меняется биохимия. И все остальное – это все очень вредно для организма. Поэтому многие из нас очень все воспринимают очень близко к сердцу. Вот, как бы, а когда вот начинаешь серьезно думать, думаешь, ну, а что это я вообще? Да как бы не так уж и серьезная проблема, все вообще легко решается. Это все как бы можно вообще сделать. Вот, когда вот… Нет, не надо как бы тоже работать спустя рукава, да, все пускать на самотек. Нет. Но воспринимать, научитесь воспринимать это как игру. Это как игру, и вы просто решаете какую-то головоломку. Просто выйдите из этой вот ситуации, да, выйдите и посмотрите как бы снаружи на это. Не надо включать эмоции. Вот постарайтесь вот негативные переживания, страхи и прочие-прочие вещи просто как-то их выключить. А выйдите из этой ситуации, посмотрите на нее снаружи. Потому что нервные клетки, они… Ну, некоторые говорят, что они не восстанавливаются. Нервные клетки на самом деле восстанавливаются. Правда, это очень тяжело дается, восстановление нервных клеток. Поэтому вот очень важно не воспринимать все близко к сердцу, научиться меньше реагировать. Вот следующее. Ага, постарайтесь понять тех, кто встает напряженную атмосферу в офисе, и перестаньте на них реагировать. Да, это вот женские коллективы, надо, я думаю, вас не касается, но вот часто бывает, что есть такая личность, чаще всего это женщина, которая всех против друг друга настраивает. Как-то вот она создает такую прям очень напряженную атмосферу. И вот она знает, как каждому наступить на больной мозоль. Вот сколько вот я помню, я работала в каждом коллективе, вот была такая заноза, да, которая всех доставала. Нет, на самом деле мужчины тоже такие бывают, это еще хуже, когда женщина, ты еще понимаешь, а когда мужчина, ты вообще... Да, вот как раз когда есть такой человек, надо просто понять, почему она себя так ведет, пожалеть ее от души, потому что нет хорошей жизни, она так себя ведет, да, ну плохо у человека что-то. И вот когда ты понимаешь, почему человек так себя ведет, что он, у него просто вот, ну она не может больше ничем привлекать себе внимание, поэтому она вот только таким образом. Ну, не думать, что человек очень счастливый, который вот так как бы себя ведет в офисе, да, и не только в офисе. Просто перестаньте, когда вы это понимаете, природу этого поведения, вы просто перестанете реагировать и расстраивать. Да, 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 ну человек счастливый, ну давай, вперед. То есть здесь тоже очень зависит от вашей самооценки. Когда вы понимаете свою самооценку, когда вы понимаете себя такой, какая вы есть, да, безусловно, то уже как бы вот такие вот люди, они уже меньше цепляют, ты уже спокойно реагируешь. И вот особенно, когда ты спокойно реагируешь, просто все включают игнор, и как-то это все вглаживается, исходит на нет, и как-то все само собой улучшается. Кто-нибудь слышал вот эти высказывания? Если в трассе есть лягушку, остаток дня будет чудесным, поскольку самое худшее уже посади. Марк Твен. Кто слышал это высказывание? Поставьте плюс. Кто не слышал, ставьте минус. Если читали Брайана Трейси, ставьте еще единичку. Да, просто вот Брайан Трейси, он написал одноименную книжку, вот оставьте безгливость, съешьте лягушку. Не читала еще, ой, слушай, Людмила, рекомендую, но я слушала в аудиокниге, потому что, ну, читать у меня не так хватает времени, а вот аудиокниги, я прямо на них подсела, когда там за рулем или занимаешься готовкой или еще чем-нибудь, это как раз то время, которое можно послушать аудиокниги. Я много, на самом деле, всего прослушала, но я вкратце расскажу, надеюсь, книжка все равно станет тебе интересной, и ты с удовольствием прочитаешь. Там очень такие хорошие практические советы, не читала. Вот, ну, да, вот как раз Брайан Трейси, он взял это высказывание Марка Твена про лягушку, и приложил это на планирование бизнеса и на планирование дня, вот, тоже тайм-менеджмент. С чем заключается эта суть? Вот, лягушка и лягушка Брайан Трейси называют самое какое-то неприятное дело, которое вам надо сделать. Вот если у вас есть, вы запланировали, да, вот, знать, что вам в течение дня надо сделать пять дел. И есть одно, ну, самое гадкое, которое вам так неприятно сделать, да, вот, которое прям вот, ну, через себя надо приступить, чтобы его сделать. Вот оно такое вот, как лягушка гадка, которую надо съесть, да. Вот день начинаете именно с этой задачи. Почему? Потому что если вы ее оставите на конец дня, вы весь день будете помнить о том, что вам вот эту гадость надо сделать, что надо приступить через себя и сделать вот самое неприятное, самое сложное какое-то, ну, вас прям ломает, ну, надо сделать. И вот вы весь день будете, ваш весь день, он будет пропитан на земле этим мотивом. Вы будете делать об этом геле. А если же вы его сделаете с самого утра, и вы победите эту лягушку, вы ее съели, да, у вас появится подъем, вы будете знать, что самое неприятное вы уже сделали, а все остальное тоже остались в мелочи. И все остальное будет делать гораздо проще и быстрее. Это как бы вот основная идея, да, которую вот как раз таки вот озвучивает Брайан Трейси. Там у нее много других, кстати, есть идея. Книжка небольшая, но очень полезная. Поэтому вот по тайм-менеджменту, как раз таки по планированию, это очень хорошая вещь. Вот рекомендую прям, кто не читал, почитайте, да, что вот съесть утра лягушку, это вот неважно, работайте вы, не работайте. Особенно если вы не работаете. У нас у женщин всегда есть планы. И среди наших планов на день обязательно будет какое-то дело, которое нам вот прям ломает и коробит. И вот если вы тоже на неделю делаете план, да, ну, немногие планируют, я знаю, что особенно нам, женщинам, и существа спонтанные, но планирование, оно очень много дает на самом деле. И вот если у вас запланировано что-то на, ну, если вы планируете на неделю, да, вот такое дело, если возможно, вы его на пять не откладываете, начните с понедельника. И это даст вам такой хороший заряд на всю неделю, что уху, вы это сделали, все, дальше уже пошли, уже как бы вы чувствуете себя понеделем. И обязательно после вот таких дел назначите себе награду. Вы должны себя поблагодарить за то, что вот вы его сделали, вы с ним справитесь, вознаградите себя чем-то. Вот, планирование. Как раз то, о чем я говорила. Очень важно планировать свое время. Потому что, когда вы планируете, вот планирование, на самом деле, ну, занимает 10-15 минут, но это сокращает ваше время в разы. Потому что, когда вы садитесь, ставляете планы на день, вы понимаете, куда сходить лучше в первую очередь, куда потом, как можно совместить маршруты, как это вот все вот сделать, да, вот это очень важная часть. Поэтому вот с планирования нужно начинать каждую неделю, да, вот в течение дня смотреть на свои планы, расписывать, что сделать, и вы сможете сделать гораздо больше, вы меньше будете уставать, потому что вам не надо держать в голове, что, где вы забыли сделать. Вот Вандерлист, кстати, бесплатная программа, она становится на телефон, и там вот можно как раз вот эти планы вписывать и по мере выполнения ставить галочки вот на смартфонах. Ну, я думаю, у многих уже есть смартфоны, с кнопочными телефонами уже мало кто ходит. Вот, замечательная программа, суперски помогает, там, ее легко освоят, да, но она экономит очень много времени. И вы не нервничаете, вы не переживаете, у вас все распланировано, все записано, если что, вы можете передвинуть, перенести на другой день, и уже вы спокойнее к этому всему относитесь. И, кроме того, в конце дня вы можете сесть и посмотреть, сколько всего вы сделали. Это очень мотивирует, это проделанная работа. Видите, какая я молодец, я столько сегодня дел переделаю, я умничка. На тебе тортик, да, на тортик раз не делай, конечно, можно что-нибудь другое приятное тоже, не менее приятное себе придумать, какое-то вознаграждение, которое вы будете себя поощрять за проделанную работу, за хорошо выполненные планы. Правило 50 на 10. Кому-нибудь о чем-нибудь говорят эти цифры? Ну, я не буду, на самом деле, вас долго мурыжить, вытаскивать из вас информацию. Это правило, ну, не зря придумали академические часы, да, это правило гласит, что после 50-минутной работы необходим 10-минутный перерыв. И желательно, вот как раз, когда вы планируете, распланировать время, которое вы будете заниматься конкретным делом. Даже если вы не работаете, занимаетесь какими-то домашними делами. Ну, дома многие женщины, они там делают какие-то вещи, да, которые тоже приносят деньги, какие-то дела, какие-то у них задачи и так далее. Поставьте кухонный помидор, в который вот тикает таймер, да, завидите его на 50 минут. И вот пока он тикает, вы будете делать, уже немножко тайм-менеджмент пошел. Вы выполняете это дело, вы знаете, что пока он тикает, вы не отвлекаетесь, вы занимаетесь именно этим делом. А когда он звонит, вот прошло 50 минут, да, ну, может там, можно разные там дела. 10 минут отдыха, разминка, там, какие-то самомассаж, какие-то еще вещи. Вот правила 50-10. 50 минут работаем, 10 минут отдыхаем. Там, если какое-то дело там на 2 часа, да, там тоже вот делаем перерыв. Вот, вот эти вот 10 минут, физическая активность, массаж у шеи, самомассаж, какие-то растяжки, просто встать, пройтись, да, попрыгать, приседать, как-нибудь размяться. Потому что тело вот 50 минут, это тяжело для него стресс, вот просидеть, да, вот без движения. А многие из нас, они сидят, вот они утром встали, да, вот в 9 часов нашей работы, в 8-9 часов, и до часу, пока обеденный перерыв не начнется, не вставая. Если нельзя вставать, вы так поразминатесь, порастягиваете. Как-то, кстати, да, вот массаж у шеи. Вот массаж у шеи, я дальше потом еще тоже приду обязательно к нему. Он помогает задействовать, активизировать мозг, дает прилив крови к мозгу. Самый массаж шеи, вот в этом в курсе, как видите, хроническая усталость, там как раз есть видеозаписи по самомассажу. Если вы работаете за компьютером, как это все поднять? Я сейчас не буду давать, могу вкратце показать несколько приемов тайских, да, там, потому что там, я не помню, на сколько минут видео, просто у нас уже вот третий час подходит к концу. У нас, я еще думаю, до двух положительств постараться, а у меня еще много информации. Вот, если вам интересно посмотреть на два упражнения из тайского, которые мне рекомендовала тайская массажистка для растяжки шеи, да, и разминки грудного отдела, поставьте плюсики, я сейчас включу камеру и покажу вам. Кому интересно? Видео самомассажем ушей, ага. Нет, я сейчас буду не самомассаж, уже я сейчас вот покажу вот с шеи. Я дальше у меня еще, вот не видите, там у меня будет схема по ушам. Сейчас давайте я пока включу камеру и покажу вам два упражнения, которые мне показала тайская массажистка для разминки шеи. Ага, пошли плюсики, супер, отлично. Первое, смотрите, берем руку, садимся на нее попой. Ну, здесь не видно, как бы понятно, что вот так вот садитесь вот так вот на руку, чтобы в этой вот части у вас оказалась под попой. Одна рука, вторую рукой вот так вот кладете за ухо и очень плавно, аккуратно растягиваете, без резких движений, без рывков. В одну сторону. Просто если вы не зафиксируете руку под попой, то плечо она пойдет вверх. А так вы зафиксировали, это тянется вниз, и голова пошла вверх. В сторону, вот в одну сторону. И в другую. Вот на ухо. И очень плавно, нежно растягиваем. Вот. Это на шею. На грудной отдел, что часто мы сидим и печатаем, мы сутуримся. Надо, конечно, терять осаночку, чтобы вот прямо. Но чаще всего, когда мы печатаем, мы забываемся и мы сутуриваемся. И вот как раз, чтобы вот эту вот часть раскрыть, вот так вот берете руки и старайтесь делать так, чтобы у вас на одном уровне было ладони и вот локти и спина. Вот. Максимально старайтесь завести назад. Пять секунд тянете и расслабление. Опять. Пять секунд тянете и расслабление. Пять секунд тянете и расслабление. И так же давайте я вам сейчас покажу упражнения, которые укрепляют шею. Потому что очень важно, чтобы у нас укреплялись мышцы шеи. Тогда уже меньше проблем возникает шея. Упражнение идет на сопротивление. Смотрите. Рукой держите лоб. Пытаетесь давить, а рукой не пускаете. Ставьте за трех и отпускаете. Так. Десять, двенадцать раз. То же самое в бок. Давите, но не даете. Это помогает при остеохондроле шейном. Укрепляет мышцы, улучшает кровообращение. Вот. И в другую сторону. С усилием вы стараетесь виском давить на руку, а рука сопротивляется. рука не пускает. И назад. Еще тоже можно растяжка шеи. Берете вот так вот руками за затылок и плавно, плавно, плавно тянете вот так вперед. Только плавно, никаких резких движений. Очень плавно. В сторону в одну. и в другую. И в другую. Вот. Также упражнения для шеи. Вы можете посмотреть, как вы видите кроническую усталость. Там есть запись с инструктором по йоге, и там стандартная гимнастика. И вот там есть упражнения на разминку шеи. Тоже можно использовать. Это минимум то, что вы можете сделать вот эти вот 5-10 минут, которые кто-то может 5 минут сделать, уже будет хорошо. 10 минут вообще просто будет супер. То есть, хотя бы 5 минут вы сможете позволить на то, чтобы вот разминать свой позвоночник, чтобы разминать шею, да, чтобы как-то ее укреплять. Это будет еще совсем по-другому. У вас голова будет свежее, у вас будут мысли лучше, да. Вот. Так, давайте я дальше перейду к трансляции. Вот то, о чем сейчас мы говорили с вами, да, вот по голове как раз есть хроническая усталость, а вот здесь вот ароматерапия. Многие знают, что масло лимона, оно повышает работоспособность. Но я вам хочу рассказать еще о двух, даже о трех эфирных маслах, о которых не все знают, но которые реально помогают в работе. Это эфирное масло розмарина, эфирное масло бензоина, кстати, вот бензоин вообще я о нем узнала несколько лет назад, два года назад, два года назад я о нем узнала, это ладан, а мне с ладаном пришел в упорник как раз бензоина. Вот по названию, да, такое, похоже на бензин, но на самом деле ничего общего с ним не имеет. Это как и ладан, это натуральная смола дерева, которая вот при плавлении я обычно беру кусочек бензоина, себе кладу пирамидку из сандала, поджигаю, когда она горит, этот галек, он расплавляет вот этой вот смолой, получается вообще очень такой приятный запах. Вот, также можно купить эфирное масло бензоина. Вот эти вот эфирные масла, еще третье вот эфирное масло, это эфирное масло герани. Вот эти вот эфирные масла, они дают бодрость, энергию, активизируют работу мозга, снимают стресс, вот как-то вот они реально настраивают на рабочий лад. Диффузоры, на самом деле, они стоят, есть разные, есть вообще дешевые версии, вот если установить диффузор, да, и капать, да, немножко этого эфирного масла, он создает такую особую атмосферу, которая вот реально помогает сконцентрироваться и улучшает качество работы, вот реально вот то, что мне помогает в течение дня. Тоже то, что я использую, это при монотонной работе слушайте приятную музыку. У меня есть вот сборник музыки, который я использую, он реально, он такой спокойно-нейтральный, там инструменталка на заднем фоне такая, реально помогает сконцентрироваться и вот дольше высадить на такую-то такую, ну я не люблю на самом деле монотонную работу, иногда приходится. Вот когда вот мне приходят, меня вот выручает музыка, она настраивает запахи, музыка, вот если у меня из комнаты там пахнет благовониями, да, или эфирными маслами, и у меня играет музыка, знаю, что я работаю, меня лучше не трогать, потому что я занята очень важным процессом, потому что когда мне надо вот реально сконцентрироваться, я включаю вот эту дренную музыку, если вы можете, каждая может для себя подобрать ту музыку, которая и подходит именно вам, это реально помогает. Да, следующий момент, который я хотела бы обсудить, это кофе и сигареты, красивое сочетание, да, а вот тахикардия и рак легкий как-то звучит не очень. Да, кофе, кофе, оно вроде как все считают его, что это то, что дает нам прилив бодрости и энергии, но это временное, временное явление, во-первых, во-вторых, если пить много кофе, то кофе, оно вымывает кальций из организма, оно вымывает много жидкости и также вымывает кальций, поэтому во время рабочего дня сократите потребление кофе до одной, ну максимум, двух чашек кофе в день, даже если натуральный, самый лучший, самый классный, самый хороший кофе, не больше двух чашек в день, лучше одна. Сигареты – это вообще вот лучше постараться уйти от этой привычки, вредной, пагубной, потому что она, да, она забирает силы, энергию и все, и если вы хотите не уставать, если вы ставили на тропу здоровой жизни, то лучше уйти от сигарет. Да, если хотите узнать, как, обратитесь ко мне, я вам расскажу, у меня много есть секретных способов. Step by Step. Нет многозадачности. Здесь как раз-таки, вот то, о чем я говорила, работа с помидором, да, важно, если у вас есть какие-то дела, не надо их делать одновременно, не совмещайте там прослушивание аудиокурса или учебного материала с каким-то написанием отчета, многие так делают, я знаю, не надо, не стоит, а в итоге вы и курс луком не прослушаете, и в отчете какие-то ошибки допустите, да, вот не путаем многозадачность, точно планируем, вот когда вот ты куда-то идешь, идешь, а по дороге можешь зайти, что-то сделать, это совсем как бы другой момент, да, там, когда ты говоришь по телефону, одновременно что-то там протираешь, или там еще что-то, делаешь механическую работу, да, это тоже как бы немножко другое, это именно многозадачность, когда за одно время пытаешься выполнить сразу много дел, пытается это сделать по шагу, вот каждой задачей выполнить определенное время, это время заниматься только этой задачей, так вы сможете сделать, завершить больше задач быстрее, и вы выполните эти задачи более качественно, это уже пошли такие рабочие секреты, вот ты можешь сказать, а как это вообще зависит на здоровье, да еще как, потому что ты доволен собой, ты не устаешь, и ты чувствуешь себя лучше, это сказывается на твоем самочувствии, на твоем здоровье, это все взаимосвязано. Комфорт, физические и душевные, это тоже очень важный момент, важно, чтобы вам в рабочее время было комфортно, душевный комфорт, это запахи, это освещение, это вид чего-то, да, вот визуальное, то есть это душевный комфорт, там вот музыка какая-то, да, вот такие вот вещи, физический комфорт, это та одежда, которая на вас одета, это то кресло, в котором вы сидите, то есть вам должно быть максимально комфортно, одежда, она не должна нигде давить, нигде сжать, она должна быть приятна в тело, есть такое понятие, как эргономичная одежда, вот немногие дизайнеры, к сожалению, с тем словом знакомы, но я как раз, когда я училась, я старалась, чтобы одежда, которую я разрабатывала, она была максимально эргономичной, то есть удобная, максимально удобная, чтобы она максимально, максимально натуральный материал, старались, чтобы одежда, которая вы одевалась, она по большей степени стояла из натуральных материалов, потому что они обладают лучшей воздухопроницаемостью, и кожа лучше дышит, и вы себя комфортнее ощущаете, чтобы она нигде не жала, не давила. Очень важно качество, простите, нижнего белья, чтобы она тоже нигде ничего не перетирала, не жала, не давила и так далее. Но это тоже такой момент, я когда была в положении, просила, чтобы мне мама привезла трикотажные трусики такие, чтобы они не давили, чтобы были там определенные, то я раньше покупала, когда в России жила, потому что в Таиланде было сложно найти именно вот такие, которые я хотела. Она мне привезла белорусский трикотаж, я на самом деле была в шоке. Я была в шоке от цены, которую мама забыла просто это драть, что 600 рублей за одни трусики, простите, это ну как-то просто трикотажные, практически без рисунка, без ничего, да. После трех стирок, ручной стирки, три ручных стирки, они разлезлись. Это я вообще как бы, ну я верю в то, что в России можно найти более доступные, более дешевые трусики, да. Но постараюсь, чтобы они были из натуральных материалов, чтобы они были максимально комфортные, чтобы они нигде не жарли, не терли. Потому что даже вот как бы дискомфорт вот в такой вот области, да, интеллект, лифчик, то же самое. Да, мы стараемся, чтобы это как-то было красиво, чтобы грудь некрасиво смотрелась там под куточкой и так далее. Но тоже постарайтесь уделить себе внимание комфорту, чтобы лифт, он не передавливал ребра, чтобы не было никакого дискомфорта. То есть одежда, в которой вы работаете, она должна быть не только как бы приятной на глаз, да, потому что многие выбирают по этому фактору одежду, но она также должна быть и комфортной. Вот возьмите за привычку обращать внимание как-то на комфорт, не только на то, как на вас сидит одежда, но насколько вам комфортна в ней. Как на одежду, так и на обувь. Обувь тоже очень важный такой момент, да, чтобы обувь реально была комфортна, что многие женщины, я знаю, они страдают, ходят в неудобные обуви, потому что она красивая, страдают, мучаются там, да, с трудом, и сам приходят с таким блаженством снимают туфли. Постарайтесь все-таки не экономиться на этих вещах. Пусть это будут более дорогие туфли, но они будут вам удобные. Что удобство тоже, от удобства обуви очень много зависит и постановка позвоночника, и здоровье ваших колен, и все остальное. Вот, так что позаботьтесь о том, чтобы в рабочее время вам было максимально комфортно, как физически, так и душевно. Вот, то, о чем я вот говорила, да, вот подальше, чтобы балла себе, запланируйте что-нибудь на вечер приятное, и пусть это вам греет душу. Особенно если у вас сложный день, и вам надо выполнить какую-то сложную задачу, придумайте для себя вознаграждение. Что вы получите за выполнение этой сложной задачи, если вы проживете этот сложный день, и сделайте то, что вы запланировали. Запланируйте что-нибудь на вечер, чтобы это реально было, чтобы вам... Вы думали о том, что вы будете делать вечером, чтобы вам было приятно на душе, чтобы у вас появлялась легкая улыбка, думали, вот, скорее бы дожить до этого, да? И тогда у вас будет маячок, цель, к которой вы будете стремиться, и уже вот эти все вот задачи, да, которые даже сложно, неприятно, которые надо делать, они будут гораздо проще решаться, вы проще будете их выполнять. Ну вот, помним, да, что сначала самое неприятное, а потом постепенно убываем. Самую приятную, самую легкую задачу вставляем на потом. Потому что она сделается максимально, ну, машинально очень легкая, очень эффективная. Если вот сначала все самое неприятное сделаете, потом будет гораздо проще. Вот, поощряйте себя за хорошо проделанную работу. Знаете, какие-то приятные маленькие подарочки. Делайте себе какие-то такие вот приятные вещи, да, вот, там, материальные, нематериальные, там, прогулка вот в паре, прогулка к морю, там, посещение какой-то выступящего. Ну, у всех у нас разные интересы. Я не могу сказать, да, что порадует именно вас. Может, кому-то просто проведение вызванный час игры с детьми, да, это уже поощрение, да, что ты вот час занимаешься только детьми, или ты занимаешься именно художеством, или еще чем-то, чем-то таким. Да, к сожалению, сейчас в нашем современном мире бывает, что время, проведенное с ребенком, только с ребенком, да, это роскошь. Ну, у всех разные ситуации, не буду говорить за всех, но да, у меня, к сожалению, все именно так, что я стараюсь максимально проводить время с своей девочкой, насколько я могу, и для меня это вот реально роскошь, и я стараюсь максимально продуктивно, ну, как продуктивно проводить время, да, я на 100% с ней, и мне это реально доставляет удовольствие, да. Подумайте, чем вы можете именно себя поощрить за хорошую, проделанную работу. Какой подарок вы себе любимой можете сделать? Может, там, покупка какого-то просто ароматического масла для массажа лица, да, и там еще какой-то штучки женской, это может быть какой-то более дорогой подарок, да, подумайте, чем вы можете себя побаловать. Балуйте себя, любите себя, и вам будет гораздо проще справляться с теми заботами, которые вы делаете ежедневно. Продолжение следует...